Е100, Е103 и Е406. Что это за загадочные буквы и цифры, которые написаны на этикетке наших продуктов? Говорят, что это биодобавки, но что это за вещество? Биодобавки – это биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Как правило, при хроническом недостатке витаминов и микроэлементов ухудшается иммунное состояние организма. Одно из самых страшных последствий – нарушение свертываемости крови. Дополняя в свой рацион БАДы, можно восстановить или поддержать некоторые функции организма. По данным научных исследований, регулярное применение биодобавок снижает риск развития дефицитных состояний на 80%. Когда мы идем в магазин и покупаем продукты, мы нечасто задумываемся, что же стоит за увеличением срока годности продукта, за его цветом, за сохранением консистенции продукции или, наконец, за его вкусом. За всем этим стоят пищевые добавки. Пищевые добавки – это те химические вещества, которые мы часто представляем в виде буквы литера Е с трехзначными цифрами. Буква Е, которую мы привыкли видеть в составе наших продуктов, обозначает edible, что в переводе означает «съедобный». Натуральные Е производятся из растительных, животных или минеральных компонентов. Они не вредны для нашего организма, если нет аллергии. К таким добавкам можно отнести Е100, окрашивающее вещество из куркумы, и Е406, желирующее вещество агар-агар из морских водорослей. Среди красителей – это Е от 100 до Е199. Такой краситель, как куркумин, известный желтым своим цветом. И используется как приправа очень часто, но не только для придания вкуса, но и в первую очередь для придания цвета. И является, помимо того, что красителем, является очень мощным антиоксидантом, который предохраняет организм от атаки свободных радикалов, от различных воспалительных процессов, помогает пищеварению в организме и успокаивает нервную систему. Однако не все пищевые добавки полезны для нашего организма. Например, биодобавка Е123 «Амарант». Стоит отметить, что в мире также существует лекарственный препарат с данным веществом. Однако, кроме цвета, эта биологически активная добавка не имеет ничего общего с лекарством. Е123 является синтетическим. Помимо этого, «Амарант» применяется в разных сферах – в природных и синтетических волокнах, коже, бумаге. Также он является анионным красителем. «Амарант опасен для человека, для здоровья человека. И в нашей стране он запрещен. Отрицательный воздействие состоит в том, что из-за «Амаранта» происходит накапливание в почках известия. Поэтому это достаточно опасное вещество, которое используется. Но любое вещество, которое используется в качестве пищевой добавки, конечно, его содержание в том или ином продукте строго регламентировано». Однако у людей сложилось двоякое мнение касаемо применения БАДов. Кто-то считает, что биодобавки – это полезные и нужные вещества. Однако другие придерживаются мнения, что все возможные БАДы не несут в себе никакой пользы, а иногда даже приносят вред нашему организму. «С биодобавками, честно говоря, происходит на сегодняшний день полное безобразие. Потому что, во-первых, производство биодобавок серьезно не регулируется. Мы чаще всего не знаем, какой состав у тех или иных биодобавок. Находится ли в них какое-то действующее начало, то, которое может оказать эффект. И более того, в натуральные биодобавки очень часто могут добавлять какие-то лекарственные средства, которые, собственно говоря, эффект биодобавки и обуславливают. То есть биодобавка действует сама по себе из-за того, что в них что-то положили, что оказывает какой-то эффект. И такие случаи очень чисты сейчас». Принимать ли биодобавки как отдельный способ поддержания иммунитета в тонусе или же стараться обходить эти вещества стороной даже в составе продуктов – выбор каждого. Если же вы все-таки решили принимать биодобавки дополнительно к тем, которые идут в составе продуктов, то лучше проконсультироваться с врачом и подобрать подходящие витамины. Аделина Абдрахманова, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюс.